Дэдпул 2 был переполнен пасхалками, безумными шутками и мутноватыми отсылками, так что невозможно уследить за всем. И это круто, потому что при очередном просмотре находишь что-то новое, чего раньше и не замечал. Мы поможем вам обратить свой взор на мелкие детали при новом просмотре, разбирая даже то, что происходило за кадром. Расширенная версия Дэдпула 2, которая была выпущена на Блу-Рэй, включала в себя целых 15 дополнительных минут фильма, в которых было ещё больше шуток, которые не попали в театральную версию фильма. Например, во время сцены, когда Уэйт Уилсон пытается основательно покончить с собой, чтобы встретиться с Ванессой, можно увидеть недвусмысленную отсылку на мультик Вверх. – Это свободное стране. Ты прав. Это свободное стране. Эй, я хотела сказать, что я любила твою работу. – Извините? Фильмы довольно часто обмениваются такими тематическими посланиями, которые люди привыкли называть отсылками или пасхалками. В отличие от предыдущего появления в фильме 2006-го Люди Икс – Последняя битва, суперсильный и суперогромный персонаж, Джаггернаут, стал полностью компьютерным во втором Дэдпуле. Но если вам интересно, кто играл его роль, титры вам в этом не помогут – в них написано, что он играл сам себя. Оказывается, правда, куда более интересная. Движение лица для моушн-кэпчура исполнял сам режиссёр Дэвид Лич, а Райан Рейнольдс озвучивал персонажа и снимался для моушн-кэпчура, играя телом. Короче, по сути, он дерётся против самого себя в некоторых сценах. Это было строжайшим секретом даже для его коллеги Стефана Капитича, который двигался для моушн-кэпчура для Колосса. Он сказал Hollywood Reporter, «Райан всегда был рядом, когда я играл Колосса. Он помогал мне с диалогами и подсказывал идеи. А потом я сам увидел Райана, который залезал в костюм и спросил, погоди, чё я пропустил?» Одной из удалённых сцен, которая попала в расширенную версию Дэдпула 2, была та, где главный герой, расхаживая по особняку Ксавьера, пытается расположить к себе новых коллег по команде. Он пытается исполнять советы Колосса, как ему избавиться от идеи самоуничтожения. Сама по себе сцена вызывает мелкую улыбку, но на самом деле расширяет и без того смешной монолог Уэйта чуть позже по сюжету. Эта шутка появилась в театральной версии фильма, но без предисловия, так что теперь вы знаете предпосылку этой, вроде бы, случайной шутки. Был один мелкий момент во время первой драки с Расселом, когда Дэдпул улетает в окно после Фаербола, но не теряется и подписывает автограф для парня, который его об этом даже и не просил. Он берет ручку и коробку хлопьев, подписывает её и по-героически прыгает обратно. Вы, наверное, заметили, что на коробке героических хлопьев был Хью Джекман в роли Росомахи, но не факт, что смогли прочитать надпись, которую написал Дэдпул, потому что она промелькнула в паре кадров. Он подписался настоящим именем – Райан Рейнольдс. На самом деле всевозможные шутки над Росомахой – это его главная фишка, но неподготовленный зритель мог этого не понять. Расширенная версия Дэдпулу 2 была не то чтобы режиссёрской версией, а скорее альтернативной, чуть более длинной версией фильма с новыми шутками, которые были либо прописаны в сценарии, либо придуманы актёрами на ходу. У Рейнольдса и команды были проблемы с тем, чтобы определить, какая шутка лучше, поэтому они сделали две версии фильма, в которых присутствуют все. Начальные титры – отличный тому пример. В них присутствуют разные надписи, которые никак не влияют на историю, но делают повторный просмотр более интересным. Некоторые изменения, например, замена настоящей пушки пальцами, вообще не несут в себе смысла, но это идеальная Дэдпуловская шутка. Как сказал режиссёр Дэвид Линч в интервью для Расширенного издания, в Дэдпуле 2 столько пасхалок, что почти невозможно обнаружить их все. – Есть так много, которые пройдут, что я не думаю, что никто не найдёт их. Я отвечаю, что они все найдут. Насколько же глубоко они зарыты? Взгляните, например, на визитку, которую показывают на паре кадров в самом начале фильма. Если её перевести, то можно найти в тексте отсылку на малоизвестного персонажа Людей Икс, Красного Лотоса, австралийца со сверхспособностями, который связан с китайской криминальной семьёй. Другими словами, вам нужно обладать не только энциклопедическими знаниями про Людей Икс, но и знать всевозможные языки. Какие же секреты сможете найти вы в Дэдпуле 2? Берите в руки Google Переводчик и вперёд! Пишите в комментариях, что вы нашли!